Привет, с вами Велсаком. С тех пор, как мы последний раз говорили о Mountain Lion, эта кошка подросла и добралась до статуса Golden Master. А это значит, что совсем скоро вы сможете скачать ее в App Store за 19.99 и установить на свой текущий Lion. Я призываю вас не заморачиваться и ставить поверх текущей системы. Если вы знаете зачем, то можете ставить начисто, стирать диск, заливать бэкапы, как вам больше нравится. Для всех остальных просто софт из App Store. Парни из Apple все за вас придумали. Мы говорили о Mountain Lion, когда она только вышла. Я ставил Developer Preview 1. Мы поговорили о нескольких функциях. И сегодня я вам немножко расскажу о том, что же нас ждет уже непосредственно в релизной версии, потому что, как правило, билд Golden Master не отличается от того, что попадает в App Store, то есть в релизной версии. Сегодня у него номер 12A269 и я почти уверен, что именно такой билд и поступит в App Store. Ну что ж, поехали! Но для начала давайте оценим, сколько же занимает времени загрузка Mountain Lion. Для этого запустим компьютер одновременно с секундомером. Сразу скажу, что это холодный запуск, не выход из спящего режима и компьютер грузится впервые. Я использую MacBook Pro 2011 года с установленным SSD диском. Как я это сделал, можете посмотреть на канале. Но сразу хочу сказать, что Mountain Lion грузится значительно быстрее, чем Lion. Вы можете сейчас это наблюдать. Менее 20 секунд нужно компьютеру, чтобы загрузиться сразу в рабочий режим и вы можете его использовать. Давайте, собственно, так и сделаем и перейдем к анализу Mountain Lion. Говоря о Mountain Lion, нужно в первую очередь понимать, что происходит дальнейшее скрещивание, может быть, сращивание MacOS и iOS. И, кстати, с выходом Mountain Lion OS X теряет приставку Mac. Теперь это просто OS X. Я не знаю, к чему это нас приведет, но, тем не менее, это факт. И, в первую очередь, Mountain Lion получает такое приложение, как заметки, такое приложение, как напоминания, которые вам должны быть хорошо знакомы по iOS версиям. И, по большому счету, ни дизайном, ни функционалом они не отличаются от своих меньших братьев и сестер. И это, наверное, даже хорошо, поэтому здесь ничего сверхъестественного не происходит. Но, как только вы начинаете этим пользоваться, вы понимаете, насколько чертовски удобно все это реализовано и организовано. В первую очередь, благодаря, конечно же, синхронизации iCloud. И, написав заметку на своем Macintosh, вы тут же ее получаете на своем iPhone, iPod Touch, либо iPad. И это действительно очень-очень здорово. Это просто работает и это удобно. Следующая функция, о которой хочу рассказать, это Voice Dictation. Впервые мы с ней познакомились с выходом iPhone 4S и Siri. Сейчас Voice Dictation также доступен на iPad и с выходом системы 10.8 приходит на Macintosh. К сожалению, Siri в Mount Online мы не получим, по крайней мере, вместе с релизом. Возможно, она появится позднее. Что такое Voice Dictation? Это возможно и с помощью голоса вводить текст везде, в любом поле, где возможен набор с клавиатуры. И это конкурентное преимущество по сравнению, например, с подобным решением от Google, где возможен только голосовой поиск, что не всегда удобно. Здесь же вы можете набирать тексты, запросы, вводить адреса и все, что угодно с помощью своего голоса. Сейчас покажу, как это работает. Активируется функция любым сочетанием клавиш, которые вы можете настроить сами, либо выбрать предустановленные. В моем случае это двойное нажатие клавиши Fn. My First Note. И самое забавное, мало того, что распознает он, конечно же, все очень здорово. И если ваш компьютер находится под нагрузкой и рендерит видео, либо занят любой другой ресурсоемкой задачей, то останавливаются кулеры, чтобы шум не мешал распознаванию голоса. Ну и, конечно же, даже не ложкой дегтя, а конкретным таким минусом является то, что нет русского языка. Поддерживаются только те языки, которые на самом деле были в оригинале Siri, за исключением японского. Это немецкий, французский и несколько вариантов английского. Я надеюсь, что если уж хотя бы не Siri, то Voice Dictation рано или поздно должен однозначно появиться на русском языке, потому что функция действительно очень и очень удобная. Следующее, о чем хочу рассказать, это напоминания. Они, как я и говорил, ничем не отличаются от своего iOS аналога. Здесь вы можете делать свои напоминания по геотметкам, по датам, как вам больше нравится. И это, опять же, просто работает. И для обладателей iPhone 4s, где есть возможность активировать геотеги, это очень здорово. Например, вы можете напоминание себе сделать, когда вы пришли куда-то, когда вы ушли откуда-то. Это просто здорово. Я это начал использовать и очень всем активно советую. Ну и, конечно же, нельзя говорить о Mountain Lion, не вспомнив о Notification Center, он же центр уведомлений. И это дальнейшее развитие того, что мы видели в iOS 5. Теперь он приходит, опять же, на большую систему Macintosh. И здесь ничего сверхъестественного не происходит. Просто удобно. Теперь все напоминания, все контакты, все имейлы, твиттеры собираются, не летают по всей системе разрозненно, а собираются в одном месте. И это, опять же, просто работает. И, наверное, сложно объяснить словами. Это надо просто начать использовать. И тогда понятно, насколько это здорово. Вы можете выбрать, какие программы будут попадать в Notification Center, какие туда попадать не будут. Также можете установить для них некие правила, по которым они будут, собственно, там существовать. И самое классное то, что, скорее всего, об этом уже сказали, к центру уведомлений получат доступ посторонние разработчики. Так что со временем это все будет развиваться и работать все лучше и лучше, я надеюсь. Ну и, конечно же, вы можете отправить твит, например, сразу отсюда. И сделаем это, например, с Voice Dictation. My first tweet from Notification Center. И, ну да, распознал все здорово. И, в общем, я завидую, на самом деле, англоязычным товарищам, либо тем, кто говорит на французском, японском, немецком. Использовать эту функцию действительно одно удовольствие. Давайте перейдем в ланчпад, который, по большому счету, не сильно изменился. Немножко стали меньше иконки, и появился поиск. Но, на самом деле, вот эти маленькие нововведения, которые проскакивают то тут, то там, это основная идеология Mountain Lion. По сравнению с 10.7, система не сказать, чтобы сильно изменилась, но то, что есть, действительно влияет на ваше восприятие системы. И это, наверное, ключевая особенность Mountain Lion. Game Center, который, опять же, появляется впервые с приходом 10.8, позволяет вам агрегировать всю вашу статистику, смотреть, что делают ваши друзья. И, самое главное, позволяет или запускает новый сервис кроссплатформенного гейминга. Теперь вы можете играть в некие игры, которые поддерживают эту функцию, на своем Macintosh и iPad, например, одновременно. И это было наглядно продемонстрировано на World Wide Developers Conference, когда Stick и товарищи, ответственные за разработку Mountain Lion, играли в игру какие-то гонки одновременно. И это, на самом деле, может быть, даже не стоит недооценивать. Это серьезный такой бонус, наверное, или даже конкурентное преимущество по сравнению с тем же Windows. Но, ребят, игры, это, конечно же, не про Macintosh. С этим тут все очень плохо, поэтому мы на этом даже останавливаться не будем. И вообще, наверное, Game Center надо как-то дальнейшим образом усовершенствовать, разрабатывать, потому что то, что сейчас есть, это хорошо, но я, например, этим практически не пользуюсь и хочется какого-то вот, ну, может быть, более глубокого, наверное, осмысления этой функции. Следующая остановка – это Safari 6. И, опять же, все вокруг маленьких изменений. Ничего сверхъестественного, но в совокупности они дают совершенно другой экспириенс брождения по интернету. В первую очередь, это, конечно же, объединенная строка поиска и ввода адреса. Вы можете смеяться, но вот обо всем этом как раз Mountain Line и есть. Много-много маленьких тюнинг-изменений, которые все-таки влияют на общую систему. Следующая остановка – это iCloud вкладки. Синхронизация с iOS 6 устройствами. В моем случае бета установлена на iPhone 4s. Именно вкладки с этого устройства вы сейчас видите. И в дальнейшем, если у вас будет iPod, либо iPad, вы сможете также эти вкладки видеть здесь. И люди, которые используются Google, Chrome и синхронизации вкладок, уже по достоинству могут оценить это нововведение. В Safari оно появится чуть позднее. Следующее нововведение, опять же, в Safari – это превью вкладок. Если у вас открыто их много, то по названию определить уже будет сложно, что же там происходит. В таком случае вы можете вот так вот быстро между ними переключаться и по миниатюркам уже, конечно же, сориентироваться будет сильно проще. Ну и последнее, наверное, о чем стоит рассказать – это функция Share, которая, опять же, появилась впервые в Mountain Lion. Теперь вы можете отправлять вкладки с помощью интегрированного Twitter, интегрированного Facebook, которого, к сожалению, в Golden Master нет. Но я думаю, что в релизе появится. Вернее, он здесь поставляется отдельным пакетом, но я даже устанавливать его не стал, потому что Facebook, в принципе, не пользуюсь. Ну и, конечно же, iMessage полностью приходит на Mountain Lion в систему 10.8. В Line сейчас эта штука тоже есть, но находится в статусе Beta. Я думаю, что с релизом Mountain Lion из этого статуса таки выйдет. Ну и, в общем, больше ничего про Safari дельного интересного рассказать не смогу. Единственное, что, конечно же, здесь сильно изменился алгоритм, наверное, работы Flash. И теперь Flash не ставит в неприличную позицию весь компьютер и работает плавно, быстро и вполне себе сносно. Ну и, наверное, стоит рассказать еще про Notification Center, то, что я забыл упомянуть. Активируя то или иное уведомление, вы попадаете в ту программу, для которой она относится. Например, если это почта, то вы переходите в почтовый клиент и уже здесь можете ответить, стереть, удалить, как вам больше нравится. И это действительно здорово. Ну и последняя, наверное, остановка на сегодня – это настройки, где мы с вами поговорим о защите. Apple не сказать, чтобы сильно озаботилась тем, как вы будете работать со своим компьютером с точки зрения безопасности, но делает некие шаги в эту сторону. И теперь вы можете настраивать конфиденциальность, например, разрешать либо отменять доступ к каким-то службам, например, контактам, либо геолокационным, тем или иным программам. Также появляется Gatekeeper, который будет вас спрашивать, хотите ли вы устанавливать программы только из App Store, только из App Store и еще от установленных разработчиков, тех, которые получили соответствующий сертификат Apple. Либо же вы можете устанавливать это из любого источника. В общем, это, опять же, не то чтобы закручивание гаек, но некая, знаете, работа на будущее. И это, наверное, здорово. Кроме того, тут есть AirPlay Mirroring и, наверное, еще много чего интересного. Но обо всем этом, может быть, расскажу с релизом, может быть, нет, посмотрим. Но еще раз последнее, как бы, заключение по Mountain Lion. Обновление будет стоить 19 долларов 99 центов, это немного. И в первую очередь, это, конечно же, большой-большой тюнинг системы. Видно, что проделана работа, и Mountain Lion работает значительно, поверьте мне, это видно на глаз, быстрее, чем Lion. И, наверное, вот это все об этом. Да, увеличение скорости работы, маленькие фишки, маленькие плюшки, разбросанные, такие размазанные тонким слоем по системе. Это и есть 10.8 воплоти. Не ждите от этой системы каких-то вообще колоссальных изменений. Нет, этого не происходит. Но, тем не менее, работать приятно. Если вы спросите меня, стоит ли ставить Mountain Lion, то да. Ставить стоит, и видно, что система стабильная. Ну, и, наверное, закончить нужно тем, что система работает только в 64-битной архитектуре. Я знаю, как запускается, да, в 64-битах. И это, наверное, тоже нельзя недооценивать, потому что 32-битное ядро просто выпилено из Mountain Lion. И в связи с этим у вас могут возникнуть кое-какие проблемы. Часть софта может быть несовместима с Mountain Lion. Поэтому обязательно озадачьтесь поддержкой 64-битной архитектуры тех программ, которые вы используете. Потому что, если этого нет, то они просто не будут работать в Mountain Lion. Ну, а с вами был Vilsacom. Подписывайтесь на канал, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой Твиттер, пишите комментарии. Может быть, вы нашли какие-то еще интересные функции в Mountain Lion, которых я не рассказал, но они стоят нашего внимания. И скоро увидимся. Пока!